Отказаться от своей мечты ради доброго дела. Так поступил житель Шамильского района. Абдул Жалил Магомедов собирал деньги на велосипед. И когда до исполнения желания был всего один шаг, мальчик решил пожертвовать свои накопления на строительство мечети. О совсем не детском поступке расскажет Леона Порчуева, которая встретилась с мальчиком. Идти к своей мечте несколько лет и отказаться от нее в один день ради благородного дела очень легко, говорит Абдул Жалил Магомедов. Мальчик собирал деньги на скоростной велосипед. Но когда отец рассказал ему, что сельчане хотят пожертвовать на строительство мечети, решил сделать свой вклад. Копилку, в которую собирал деньги два с половиной года, разбил, не задумываясь. Я узнал, увидел один фильм, и там даже бедные, самые бедные люди давали на постройку. И потом, когда мне отец рассказал, что была неделя Шамильского района, нашего района, я решил отдать эти деньги. Это просто я легко отдал. Мальчик признается, примером для подражания служит старший брат и старается во всем быть похожим на него. Учится она отлично, посещает медресе, а еще увлекается рисованием и борьбой. Мать Абдул Жалила уверена, в поступке сына нет ничего примечательного. Потому что его отец тоже занимается такой деятельностью, он собирает благотворительный фонд «Инсан», руководитель этим по нашему району. Ну, человек всецело занят этой работой, и, видимо, для него примером был отец, поэтому, наверное, он врушился на это дело. В будущем Абдул Жалил хочет стать инженером. Возможно, сын и сам когда-нибудь построит подобную мечеть, говорит Барият. Но Абдул Жалил – один из многих тысяч, кто внес вклад в возведение духовно-просветительского центра имени пророка Исы близ Махачкалы. Стройка стала народной в полном смысле этого слова. Пожертвования поступают не только из Дагестана. Почти все соседние республики предлагают помощь, и не только материальную. Желающих безвозмездно работать так много, что пришлось составить понедельный график вплоть до мая. У нас сегодня работает город Бунякск, до сих пор работал город Махачкала и Каспийск. Сегодня мы, когда проходили, видели, как одна семья, как одна целая, как у себя дома. Они работают в разных местах. Кто делает вкладку, кто помогает, кто убирает каждому, кто сюда придет. Малый, старший, семь здесь есть, по чуть-чуть работают. По проекту духовно-просветительский центр расположится на территории почти в 30 гектаров. Будет включать в себя музей истории ислама в Дагестане, фонтанный комплекс с площадью свыше полутора тысяч квадратов, зоны отдыха, спортивные площадки, школы и детский сад. Запланирована также крупнейшая исламская библиотека. Сердцем комплекса станет мечеть имени пророка Мухаммеда. Внешне она будет аналогичной мечети пророка в Медине. Это благоустройство включает в себя интересные водоемы, современные дорожки для детей, подростков, роликовые скейтборды. Они могут кататься на велосипедах. Вот это все будет включено в это благоустройство. То есть будет использована самая современная брусчатка, скамейки. Сейчас есть возможность сделать широкими дороги для туристов. Здесь сделан красивый фонтанный комплекс. Будет музей ислама и истории Дагестана. Особое внимание строители уделяют зелёным зонам. 70% комплекса – это парки, скверы. Особая гордость проектировщиков – аллея имени Расула Гамзатова, которая в длину будет достигать порядка полутора километров и будет выходить прямо к набережной. А вот заветный подарок Абдул Жалил всё-таки получил. Через несколько дней после того, как он сделал взнос, на пороге его дома появился спортивный скоростной велосипед. Привёз подарок таксист. Даритель пожелал остаться неизвестным. Леана Парчуева, Саид Кутиев. Время новостей.